филармонии, где сегодня начался конкурс по специальности виолончель. Меня зовут Александра Мымрина, моя коллега Валерия Величко. Весь день сегодня с вами проводим именно мы. Прямо сейчас наши коллеги из Москвы, из Петербурга ведут трансляции по другим специальностям. Из Москвы это скрипка и фортепиано, а из Петербурга присоединились вокалисты. И поскольку все выступления идут трансляции одновременно, посмотреть это физически невозможно, все записи сохранятся. Пожалуйста, смотрите их в записи на официальном сайте и в социальной сети ВКонтакте. Right now, at the very moment, our colleagues are broadcasting from Moscow, where the pianist and pianist are competing. In St. Petersburg, the vocalists already start their performance. You can choose who you want to watch live and view the other broadcasting lighter in recording. It will be available on the website of the competition and in the official group in the social network ВКонтакте. В рамках нашей трансляции мы пытаемся немножко приоткрыть дверь в тайну того, как проходит конкурс Чайковского, немножко рассказать о музыкальной и конкурсной кухне. Но также мы можем заглянуть и на кухню телевизионную, трансляционную. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, то можете отправиться во дворы капеллы, где в этом году развернулась площадка, откуда идет трансляция для круглосуточного канала медиа-вещания, конкурс Чайковского Live. Вещание проходит также в сети ВКонтакте. И это нововведение нынешнего года, что можно увидеть на этом канале. Помимо трансляций, там можно также увидеть репортажи со всех концертных площадок, интервью с конкурсантами и членами жюри, сюжеты, посвященные истории конкурса. Вообще, это на самом деле действительно очень интересно увидеть своими глазами, как строится работа трансляции, как много участников задействовано в этой огромной работе, сколько труда, внимания и на самом деле искренней любви к классической музыке во всем этом деле заложено. Поэтому, пожалуйста, если вам будет интересно, приходите, смотрите, как это все делается. Ну а для тех, кто смотрит и следит за нашей трансляцией онлайн, я хочу напомнить, что у вас есть также возможность оставлять комментарии свои прямо в чате трансляции. Обратную связь для нас всегда важно получать и понимать, что же вы думаете о нашей трансляции, о выступлениях участников. И мы, и они, я уверена, тоже внимательно эти комментарии читают. Так что, пожалуйста, оставайтесь с нами на связи, оставляйте эти комментарии. Кстати, если вы находитесь в Петербурге и готовы прогуляться по дворам капеллы, там также развернут практически кинотеатр под открытым небом, где на большом экране можно смотреть трансляции конкурса Чайковского, сидя на стульчиках под открытым небом. Прекрасную погоду в Петербурге, сейчас настоящая жара. К вечеру стало немножко прохладнее, поэтому это совершенно можно комфортно и приятно для себя провести вечер. The Chikovsky Live Media Broadcasting Channel is an innovation of current competition. The channel will run for all 10 days of the competition, broadcasting 24 hours a day. What can we see on it? Live broadcast of performances, reports from all the concert venues, interviews with the musicians and jury members, and stories about the history of the competition. Leave your comments, encourage our musicians, when they will certainly read it thoroughly. Предлагаю немножко про конкурс, про состав участников этого года. В этом году из всех заявок прошло 25 музыкантов. 25 музыкантов из пяти стран, а именно это из России, из Соединенных Штатов Америки, Китая, Австралии и Южной Кореи. Вот такая у нас география конкурса на этот раз. Но вернемся, наверное, к знакомству с участниками. Первым в этом отделении на сцену выйдет музыкант из Южной Кореи, Пак Сонгин. Давайте посмотрим его видеовизитку. Let's see the next video card from our musicians. Hello, my name is Sung Geun Park. I'm very happy to participate in the Tchaikovsky competition 2023, which has always been my dream that I looked forward to. I'm looking forward, out of competition, to present my performance to you. This will be my second time in Russia, but I've only visited Moscow last time, so it'll be my first time in St. Petersburg. I've heard so many wonderful things about the city, and I cannot wait to see and experience the beauties of the city. I think my journey to St. Petersburg will be a journey of gaining a lot in my music career in the future. My hobby is to travel around the world, and through this competition journey, I have fulfilled my wish to play Tchaikovsky's music in Russia, and to better understand and play Russian pieces, song, that I will play in the future. I want to go back with a variety of experiences, including the culture, landscape, and even food of St. Petersburg. I will do my best every day, every round to let you hear more of the performances I have prepared. Please watch with interest and support. See you soon. Thank you. and see you soon. Кстати, решение о проведении конкурса было принято еще в 1956 году, и председателем Оргкомитета стал тогда композитор Дмитрий Шестакович. Любопытная деталь, неожиданная, может, для многих, то, что музыкальный конкурс такого уровня чем-то похож и на серьезное спортивное состязание. Схожесть заключается не только в том, что участники соревнуются, но и в том, что конкурс Чайковского проходит, как и крупнейшие мировые спортивные состязания уровня Олимпиады или Чемпионата мира по футболу, раз в 4 года. Ну, если начинался конкурс со скрипачей и пианистов, то сейчас специальностей уже больше. Со второго конкурса присоединились наши любимые виолончелисты. This year is the 65th anniversary of the Чайковский competition. The first competition was held in 1958 with the composer Дмитрий Шостакович as the chairman of the organizing committee. Since then, like the Olympic Games, the competition is held every four years, and it is definitely one of the most available competitions in the world of academic music. Главная цель конкурса, как всегда, выявить таланты. И за 65 лет таких набралось на целую летопись. Самые известные виолончелисты, которые лауреаты конкурса Чайковского, это, конечно, Марио Брунелло, Давид Герингас, Наталья Гутман. Ну, а перечислять пианистов, скрипачей, вокалистов можно, пожалуй, бесконечно. Можно сказать, что если мы начнем сейчас перечислять всех победителей и лауреатов этого конкурса, это, в общем-то, такая большая музыкальная сводная энциклопедия звезд мировых получается. Здесь отдельно, конечно, хочется вспомнить слова дирижера и сопредседателя Оргкомитета конкурса, дирижера и художественного руководителя Муриинского театра Валерия Гергиева. Он говорил однажды, что я считаю, что конкурс Чайковского имеет исторический шанс принять думающих молодых ярких музыкантов, и им надо думать только о музыке, только о профессии, о будущем, о композиторе. Вот такая уникальная возможность, уникальная атмосфера, которая царит на этом конкурсе и дает такие возможности молодым музыкантам. Ну, собственно, давайте представим нового думающего, молодого и перспективного, конкурсант под номер 6 Всеволод Гузов. Несмотря на возраст 28 лет, он уже заместитель концертмейстера группы «Виолончели» Российского национального оркестра, ряд обладателей, ряда стипендий, ну и, конечно, концертирующий виолончелист, где он только не выступал. Давайте дадим ему слово. Дорогие друзья, уважаемые слушатели, 17-го международного конкурса имени Чайковского, я рад вас всех приветствовать. Меня зовут Всеволод Гузов, и я виолончелист. Сейчас я нахожусь в концертном зале «Оркестреон», где чаще всего я репетирую, где проходит моя подготовка к этому конкурсу. Это база Российского национального оркестра, где я работаю. Здесь замечательная акустика, и мне здесь очень нравится вот так вот по вечерам одному, а иногда и с пианистом, с пианисткой со своей, Ниной Евграфовой, мы здесь репетируем. Вот такая вот сценка. Я родился в городе Красноярске, в Москве я живу с 2005 года. Здесь я учился в Центральной музыкальной школе, в Институте имени Шнитки, у профессора Льва Евграфова. А сейчас я заканчиваю первый год обучения в Московской консерватории, в ассистентуре и стажировке у профессора Александра Рудина. Это совершенно замечательный и новый, интересный для меня период, творческий период, то общение с Александром Израилевичем, творческое, музыкальное, просто личностное, очень для меня ценно и искренне этому рад. Вот. Поэтому я хочу пожелать всем участникам конкурса хорошего, интересного, искреннего выступления, а всем слушателям я хочу пожелать хорошего настроения и хорошо провести этот летний период времени, конкурсный период. Конкурс будет проходить и в Москве, и в Петербурге. В Санкт-Петербурге это будет период белых ночей, что совершенно замечательно, на мой взгляд. Всем спасибо. До встречи. Спасибо, Всеволода, за тур по закулисью. Всегда интересно посмотреть на жизнь музыканта с изнанки, как он выступает, как он видит этот мир со сцены. Прежде чем продолжится прослушивание первого тура конкурса имени Чайковского по специальности виолончели, у нас есть еще немножко времени, и мы можем опять-таки обратиться к истории конкурса, о которой мы буквально чуть-чуть уже успели сказать. Мы уже сказали, что первый конкурс прошел в 1958 году, ровно 65 лет назад, но задуман конкурс, идея его была намного раньше. В конце 30-х годов, точнее в 1939 году появилась идея создания этого конкурса. Его хотели провести в 40-м, в год столетия Петра Ильича Чайковского, но по понятным объективным историческим причинам конкурс тогда не состоялся. И надо сказать, что фигура Дмитрия Шостаковича, которая центральная в начале истории конкурса, отнюдь не случайна. Дело в том, что молодой Шостакович был известен не столько как композитор, но и в том числе как блестящий пианист. И один из первых представителей молодой советской страны, он поехал на конкурс пианистов в Варшаву, где, правда, с ним случился приступ аппендицита. Его там оперировали, ему было очень непросто играть, но тем не менее он в плеяде других советских пианистов выступил блестяще. И, конечно, когда возникала идея создать новый конкурс, безусловно, имя Чайковского, ну а сейчас из 21 века, безусловно, имя Шостаковича. Ну а теперь давайте за нашей спиной уже жюри подходят в зал, давайте перенесемся в атмосферу нового тура. В первую очередь, на самом деле, хочется еще заметить, что, надеемся, все участники нынешнего конкурса прекрасно себя чувствуют, да, они пышут здоровьем и готовы делиться своим творчеством с нами, желаем им, чтобы так и продолжалось далее. Ну и действительно, давайте по немножко статистике, несколько цифр. На конкурс в этом году было подано 742 заявки из 41 страны. Отбор прошли, как мы уже сказали, 25 пианистов, 25 скрипачей, по 48 музыкантов в духовых номинациях, 30 вокалисток и 35 вокалистов. Ну а с минуты на минуту уже начнутся прослушивания, вернее, продолжится прослушивание первого тура 17-го международного конкурса имени Чайковского по курсу по специальности «Виолончель». Мы же вернемся совсем скоро, в перерыве, а сейчас будем болеть за всех участников. Увидимся в Антракте. Первый раунд будет начать в несколько минут. Мы снова встретимся в интермиссии. Первый раунд будет начать в интермиссии. 由zinho Антракте. Увел 한국 rez고 Антракте. Земля вирус не신эк. Эти семьи – все utterос timeless ensures эта 19-го прямая 0 resistивка будет в 19-миссии. 我 soir если вы напишите на 10-миссии об этом cellи再 гибрид Republicans стремлендз multitude. Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Beispiel. Аչ АПЛОГИДИСМЕНТОHz АПЛОДИСМЕНТЫ Иоганн Себастьян Бах, Прелюдия и Сарабанда из Сюиты для виолончели соло номер 6, ре мажор. Альфредо Пиатти, Каприз ля бемоль мажор, сочинение 25, номер 6. Золтан Кодей, Соната для виолончели соло, си минор, сочинение 8. Петр Чайковский, Пецца Капричиоза, опус 62. Джохан Себастьян Бах, Прелюдия и Сарабанда из Сюиты для виолончели соло, номер 6, в D мажор. Альфредо Пиатти, Каприз в А-флоте, опус 25, номер 6. Золтан Кодей, Соната для виолончели соло, си минор, си минор, си минор. Альфредо Пиатти, Каприз в А-флоте, си минор, си минор. Каприз в А-флоте, си минор, си минор. Каприз в А-флоте, си минор, си минор. Каприз в А-флоте, 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 си минор. 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 А-флоте. 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 А-флоте, си минор. 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 Спасибо. 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 Объявляется перерыв. Конкурсные прослушивания продолжатся сегодня в 21.00. Уважаемые слушатели первыми зал покидают члены жюри. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие зрители. Я напоминаю, что мы продолжаем транслировать в прямом эфире 17-й международный конкурс имени Петра Ильича Чайковского. Мы находимся в Санкт-Петербурге в Малом зале филармонии, где продолжается первый тур прослушивания по специальности виолончель. Меня зовут Александра Мымрина, Валерия Величко. Весь день сегодняшней трансляции мы здесь находимся с вами. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы Александра Мымрина, это Валерия Величко. И мы сейчас проводим в 17-й международный чайковский конкурс. Первый раунд челла номинация. И прослушивание конкурса Чайковского проходит здесь, в Малом зале Петербургской филармонии, с 2015 года. В 2011 году с приходом Валерия Гергиева в оргкомитет конкурса было принято решение разделить прослушивания, разделить соревнования между двумя городами. Теперь конкурс Чайковского проходит не только в Москве, но и в Петербурге. В Малом зале филармонии проходят первые два тура прослушивания виолончелистов, а на третий мы сменим декорации и перенесемся в Большой зал Петербургской филармонии, где участники будут играть с оркестром. Удивения конкурса Чайковского проходит здесь, в Малом зале Петербургской филармонии. Как ты думаешь, удобно ли виолончелистам играть здесь, в Малом зале филармонии? Ну, насколько я понимаю, и то, что нам рассказывали уже сегодня гости в нашей импровизированной студии, акустика Малого зала филармонии на зависть многим другим залам. Этот зал не случайно нежно любим петербургской публикой, петербургской очень взыскательной музыкальной публикой. В нем приятно слушать и сольные выступления, и выступления камерных ансамблей, и виолончель соло, и виолончель в ансамбле с фортепиано. Ведь когда мы находимся здесь, в зале, мы слышим не только прямое звучание инструментов или голосов со сцены, мы также воспринимаем и различные отражения звуковых волн от стен, потолка, пола, от всех предметов, которые находятся в зале. И у Малого зала филармонии большой прямоугольный объем, так что звук распространяется в нем ровно и, что называется, полетно. Здесь ничего его не искажает, и слушатели могут сполна наслаждаться тембральным богатством виолончели. Даже несмотря на то, что ровно под залом находится станция метро Невский проспект, и вход в вестибюль метро также располагается в этом здании, но на качество звука ничто из перечисленных факторов никаким образом не влияет. Ну а самых путливых слушателей мы адресуем к записи эфира сегодняшнего утра, где у нас в гостях была художественная руководитель Малого зала Санкт-Петербургской филармонии Ирина Альбертона-Смукул, которая рассказывала, что секрет потрясающей акустики Малого зала в том, что в этом зале нет окон. Раньше здесь было три окна на Невский проспект, теперь окон нет вовсе, и зал представляет собой замкнутое пространство, где звук окружает слушателя со всех сторон. Собственно, если вы в Петербурге, обязательно приходите на прослушивание конкурса Чайковского, они открытые, а из зала слушать еще интереснее, чем в онлайн-трансляции. А если вы не в Санкт-Петербурге, то, возможно, у вас живет дух авантюризма и приключений, и вы готовы приехать в наш прекрасный, замечательный город на Неве, где сейчас в самом разгаре белые ночи, так что совместить такие приятные и прекрасные моменты. Я уверена, что конкурс Чайковского плюс белые ночи в Санкт-Петербурге – это те моменты, которые останутся с вами на всю жизнь. А если вы соберетесь гулять по центру города, напоминаем, что из дворов капеллы в стеклянном фойе идет свою трансляцию «Чайковский лайф». Это круглосуточный канал, где вы можете послушать самые разные сюжеты. Но теперь для наших англоязычных слушателей, коротко об акустике малого зала. Словом, обязательно приходите в Малый зал филармонии, и не только на прослушивание конкурса Чайковского. Мы продолжаем знакомиться с участниками нашего конкурса. Прежде чем мы немножко расскажем про следующего участника, я, конечно, не могу не сказать пару слов и про предыдущего. Всеволод Гузов только что выступал здесь на сцене Малого зала филармонии. Вы слышали аплодисменты, которых он удостоился. Очень длинное, действительно яркое выступление. Это явно приятные аплодисменты. Но что хотелось бы особенно отметить, это вот эти замечательные крупные планы, которые возможно увидеть как раз только в нашей трансляции. Даже из зала все эти эмоции невозможно увидеть буквально считанные секунды, когда в глазах выступающих, мне кажется, проносятся чуть ли не вся их музыкальная карьера. Есть такое ощущение, что перед началом выступления и заканчивая выступать с определенным произведением, эти глаза говорят о многом. И тут уже философские вопросы или фантазия каждого зрителя может разыграться и представить, что же происходит действительно в душе человека в этот момент. А еще особенно уникален план, которого никогда не увидят слушатели из зала. Это план за кадровой камерой, за сценой, которая ловит музыканта, выходящего со сцены. Вот в момент, когда он только что завершил свое конкурсное выступление, первый тур — это первый тур, это большое волнение. Хотя тут можно поспорить, наверное, для кого-то волшеволнение будет возрастать, как деминоэнда от тура к туру, но для кого-то оно будет, наоборот, не спадать и успокаиваться. Ну, на самом деле музыканты, конечно, выступают в порядке, который был определен жеребьевкой. Мы послушали уже шестерых участников. Первым мне осталось всего двое, которых мы будем слушать после антракта. И следующий из них — Сэм Лукас, студент Дюссельдорфской высшей школы имени Роберта Шумана. Но родился он в далекой Австралии. И конкурс Чайковского далеко не первый в его послужном списке. Он победитель множества, множества конкурсов. Словом, он прекрасно знает, что такое вот это волнение. Интересно будет спросить его, если мы удастся побеседовать с ним, как для него волнение возрастает от тура к туру или только успокаивается. А возможно, он же не знает, что такое волнение. Так привык к всем этим соревнованиям, совершенно спокойно выходит в разных городах, в разных точках мира и прекрасно себя чувствует в таких замечательных залах, совершенно без какого-либо волнения выступает. Ну, наверное, мы сейчас познакомимся с ним поближе, услышим его рассказ от него же самого. И сейчас мы сейчас познакомимся с новым музыканом, нашим челом, Сем Лукас, из Австралии. Сем Лукас 1,2,2,3,3,5,5,5,5,5,5,5,5 Вот это… Very relaxing, insightful, and enlightening. One of the books that I really enjoy coming back to every now and then is by the philosopher and neuroscientist Sam Harris. It's called Free Will. I highly recommend it. It's about the difference between freedom of will as we know it and determinism. So it's a very interesting read from a neurological point of view. Another book that I really recommend is by Neil deGrasse Tyson called Astrophysics for People in a Hurry. A very interesting read for those who are interested in cosmology and astrophysics in general and about the planets and how the universe was formed. It's very interesting, and I hope you enjoy it if you ever get a chance to read it. And the last book I will show you today is by Con Eagleden called The Gates of Athens. This book is about the Greco-Persian Wars, and specifically in this book, it is about the Battle of Marathon and Thermopylae with King Leonidas of Sparta and Themistocles and other important generals and statesmen of Athens and Sparta. Very interesting if you're into ancient history. So enjoy. So I'm here on the Rhine in Dusseldorf going for a run, which is another one of my hobbies, along with other kinds of sports, which I will show you in a moment. Currently I'm with my friend Matthias, who is also a cellist, and we're training towards a marathon in Athens at the end of the year. So I'm here in Con Eagleden. This is Elie in Dusseldorf, one of my favorite places to go walking. I'm about to go to the famous Karlsplatz market, which is where I go to get fresh meat and vegetables and fruit every week or so. So I'll show you that in a second. Enjoy. So that was just a small glimpse into my life outside of the cello. Other hobbies would include playing chess, although I'm not very good cycling, and I have a real love for movies and going to the movie theater with friends. I'm very much looking forward to playing for you in St. Petersburg soon, and see you there. among the judges of the contest there are traditionally a lot of laureates of this competition. Now our guest will be one of the most young and friendly members of the jury, laureate of the second prize of the 14th contest, Alexander Ram. Traditionally, there are many prize winners of the Cheikovsk competition amongst the jury. Our guest now is one of the youngest member of the jury, second prize winner at the 40th Cheikovsk competition, Alexander Ram. Hello, Alexander. Hello, Alexander. Thank you, that you came to us here. We need to talk a little bit about a conversation, not only you have a very important role in the jury, and you all the time only to be able to judge the participants. For you this hall and the contest of Cheikovsk in general, it's not pusty words, not pusty words, but at the end. We're in 2015, here in the Mall of the Philharmonia, which was the first time in the contest of Cheikovsk, where you were выступing, you then became the laureate of the contest of the contest. Now is the year, 2023. Yesterday in Moscow you opened the ceremony of the opening of the contest of Cheikovsk competition. Now you are already in Petersburg, and you are working in the colligial jury. How much has changed in these past years? If you then told me in the interview, that, выходing in the contest of the contest, хотелось принять яду, то что изменилось с точки зрения внутренних переживаний и эмоций с тех пор? В 2023 году, приходя сюда, видя, как выступают другие, что вам хочется принять или не принять, какие мысли вас посещают? Ну, начнем с того, что участвовал я в конкурсе Cheikovsk не единожды, а еще в 2007 году, и в 2011 году, и только вот в 2015 году успешно, так скажем. Что касается, какие чувства у меня вызывает, достаточно смешанно, я должен сказать, потому что для меня этот зал и эта атмосфера, и даже вот эта вот световая инсталляция навевает воспоминания восьмилетней давности, и за восемь лет, казалось бы, это было недавно, но на самом деле за восемь лет много воды утекло, много чего изменилось, много сыграно потрясающих, интересных концертов, но все-таки еще совсем недавно я был по ту сторону баррикад, и я прекрасно понимаю, что сейчас испытывают конкурсанты, и я мысленно каждому из них, когда они выходят на сцену, я им желаю даже не удачи, а успеха, и выдержать этот нечеловеческий накал нервов, потому что первый тур самый-самый сложный в этом отношении, то есть проверка именно на прочность, потому что много обязательной программы, много сольной программы, практически голые на сцене, ну вот образно говоря, во втором туре чуть-чуть полегче, потому что более такая концертная программа, дуэтная, всякие сонаты камерные, то есть можно даже получить удовольствие, на первом туре, к сожалению, этого было меньше, ну, по крайней мере, у меня, вот, а в финале, да, перед выходом, конечно же, было страшновато, но мне повезло, и что-то называется пошло тогда, вот. Вот я бы хотела, может быть, немножко уточнить, вы сказали, что точно знаете, что у ребят происходит в голове в этот самый момент, возможно, нас сегодня смотрят, нашу трансляцию, будущие участники конкурса Чайковского, им бы хотелось узнать, как побороть то, что происходит в голове, вот есть ли какие-нибудь универсальные рецепты, ну, или хотя бы, может, не универсальные, но все равно те вещи, которые сработали лично с вами, как побороть эмоции, как перебороть ту бурю разных мыслей, которая, возможно, приходит в голову, и которая не должна отвлекать от главного, от выступления, от которого очень многое зависит. Ну, конечно же, никакой формулы не существует, но в моем случае, ну, вот как мне кажется, это, конечно же, максимальная подготовка в профессиональном смысле, то есть даже когда, там, не знаю, туман перед глазами, но ты все можешь сыграть, как сделано, как выучено, если еще вдохновение придет, то еще лучше, и психологически готовиться. Ну, мне повезло к конкурсу 2015 года подойти уже с достаточно большим концертным опытом, и, собственно, это не то, чтобы я там обыгрывал программу, да, я играл разную программу, и далеко не только конкурсную на протяжении нескольких лет до этого конкурса. И, повторюсь, это вот концертный опыт, который абсолютно бесценен, то есть заниматься можно много, можно качественно, с головой и так далее, но эти занятия, на мой взгляд, практически ничего не стоят без выхода на сцену и вынесения этих наработок и идей. Поэтому, вот, а что касается психологии, это у каждого индивидуально. Кто-то, кто-то вообще, например, не волнуется, кто-то заморачивается там по поводу каждой ноты, даже не то, что фальшивой, а не в фокусе, например, и загоняет себя в рамки перфекционизма. То есть, ну, сколько людей, как говорится, столько психологических портретов, я бы сказал. Вы сказали, что первый тур, он не столько про вдохновение, которое может приступить уже во втором туре, где можно расслабиться, а сколько про технику. И здесь очень много обязательных произведений. Скажите, пожалуйста, из репертуара виолончелиста есть ли какие-то произведения, которые, как к хорошей литературе, надо обращаться время от времени и открывать у них все новые и новые страницы. Вот, какие такие произведения для вас? Да, из обязательной программы, пожалуй, это, конечно же, Бах. На протяжении всей жизни к нему нужно обращаться, и он будет меняться вместе с тобой. Ну и, конечно, пьеса Чайковского «Пец и Капричоза». Это так называемый камень преткновения виолончелистов. Очень сложная пьеса, и я говорю даже не про технику, это мы оставляем заскопками, это понятно, что это очень-очень трудная пьеса. Но и в музыкальном смысле ее довольно сложно сделать так, чтобы она звучала органично. То есть велик риск, так сказать, поверхностно по ней пройтись, или еще такой риск есть опошлить. Ага, но у Чайковского, в принципе, всегда надо пройти по грани хорошего вкуса. Конечно, конечно. Это очень непростой композитор с этой точки зрения. на протяжении многих лет, что я играю эту пьесу, пожалуй, более-менее стал уверен в себе, в ней. Но вот либо во время пятнадцатого конкурса, либо уже после. Я вот точно не могу вспомнить тот момент, но на конкурсе вроде получилось нормально, учитывая то, что это первый тур. И я, кстати, я тогда помню, принял такое интересное решение, посоветовавшись с умными людьми, начать не с баха и каприза. То есть есть такой период освоения на сцене. Даже опытный концертный музыкант, хорошо готовый технически, психологически и так далее, все равно минутку-полторы-две осваивается на сцене. Вот там просто происходит такое вот метафизическое такое вот состояние, которое в лабораторных условиях не создать. То есть к этому привыкнуть нельзя. Это как с парашютом прыгать каждый раз. То есть миллион раз делал, но как пойдет, никто не знает. А такие условия, как конкурс имени Чайковского, которые не сравнить с другими конкурсами по психологическому накалу, это еще больше добавляет таких вот проблем. Поэтому я принял решение начать как раз таки с Чайковского, чтобы побыстрее освоиться на сцене. Так что, наверное, к тому моменту я уже чувствовал себя уверенно в этой пьесе. Вот мы уже знаем теперь немножко кухню того, как вы выходили на сцену в качестве конкурсанта. Хочется теперь немножко заглянуть на кухню уже как члена жюри. Я понимаю, что всего вы рассказать нам не можете, но хотя бы в общих чертах, на что вы в первую очередь обращаете внимание, что для вас является определяющим критерием? Техническая безупречность или тут вы готовы какие-то вещи, какие-то нюансы списать на нервы, списать на первый тур? Что тогда важнее? Важнее, чтобы человек увлекал своей игрой. И в таком случае, если санитарная норма не превышена, определенная, в смысле технических огрехов, то я с удовольствием их прощу. Если же человек играет максимально аккуратно, но максимально не вовлечен, то есть меня не вовлекает, то любые огрехи, а они все равно случаются, мы не роботы, они запоминаются. Вот и все. То есть самое главное, подытоживая, если человек играет интересно, ему можно многое простить, но не все. Даже на конкурсе музыка остается магией, которая должна... Именно так. Я сам про первый тур мы уже поговорили, но начиная со второго тура, я просто старался играть как на концерте и получать удовольствие, и постараться подарить удовольствие, слушателям. И если это понравится и жюри, то замечательно. А так от меня не зависит. Жюри решает, а я играю. Если без конкретных имен, но эта магия сегодня уже здесь была, в этом зале случалась. Конечно. Конечно. Короткий вопрос. Как вы думаете, почему Чайковский назвал свои вариации на тему рококо именно так? Ну, неожиданный вопрос. Ну, во-первых, насколько я знаю, тема, на которой написано, она оригинальная тема. Но если вслушаться, всмотреться, мы там услышим русскую народную песню вдоль по Питерской, по Тверской, воемской, но наложенную на французский ритм ригадона. Да, да, да. То есть, что и получается таким. Почему эта пьеса настолько популярна и до сих пор она входит в золотой репертуар виолончелистов? И слушатели ее очень любят, и виолончелисты ее очень любят. Потому что вот этот симбиоз рококо шных вот этих вот финтифлюшек с Петром Ильичом Чайковским и его все за что мы его любим, да, этот симбиоз очень органичен. И я каждый раз вот играю, я даже не знаю сколько раз я уже сыграл рококо. Я, кстати, не так давно его играю. В 11-м году, по-моему, я первый раз его сыграл. Я каждый раз нахожу что-то новое, даже больше признаюсь, крамольную вещь скажу, не очень люблю рококо-репетировать. Уже хочется выйти и что-то вот придумать прямо на сцене. Спасибо вам большое. Спасибо большое, Александр. Мы желаем вам магии здесь в зале, в малом зале филармонии и последующей магии в большом зале филармонии. Мы желаем всем нашим зрителям и нам, разумеется, тоже, потому что действительно это огромное удовольствие то, чему являемся свидетелями сегодня все мы. Спасибо, Александр, еще раз большое. Спасибо. А мы продолжаем знакомиться с участниками нынешнего конкурса и завершить сегодняшние конкурсные прослушивания Богдан Ефремов. Смотрим его видеовизитку. Меня зовут Богдан Ефремов, я вилончелист и студент колледжа имени Гнешина. Я родился и вырос в Балтийских болотах подле серых цинковых волн всегда набегавших подове. Бродский написал это здесь, в Комарово, где я провел свое детство. Это место, хранящее в себе, внутри себя, вот в этих камнях, в этих волнах с криками чаек, в этих дюймах соснами творчества Шостаковича, Бродского, Ахматова и Гранина. Всех даже не перечислишь, кто гулял по берегам залива и в мною любимых сосновых лесах с болотами. Летом я люблю уезжать в лес на велосипеде и там исследовать новые неизвестные для меня озера, болота, леса. Так я напитываюсь энергией природы для того, чтобы дальше это воплощать в своем исполнении. Надеюсь, это у меня получается. Велончаря выбрал рано. С двух лет я захотел играть, с четырех уже начал заниматься. В своей первой музыкальной школе отучился десять лет. Здесь же я в первый раз вышел на сцену и отсюда я ездил на свои первые музыкальные конкурсы. Когда мне было девять лет, я ходил на все прослушивания конкурса Чайковского и когда приходил домой, сразу бежал играть все, что там слышал. После следующего конкурса Чайковского я уже четко знал, что буду в нем принимать участие. Переехал в Москву учиться и там мне повезло попасть в класс замечательного педагога Игоря Николаевича Зимина. Он открывает мне совершенно новые глубины музыкального и художественного мира, который является фундаментом русской музыкальной школы. Я очень рад, что могу принять участие в конкурсе Чайковского в 2023 году. Ты? Давай. Конечно, не устаю удивляться, насколько разнообразным бывает жанр видео-визитки. Кажется, простая история за несколько минут рассказать про себя, но насколько творчески и по-разному подходят наши конкурсанты, насколько это отображает их индивидуальность. Вот мы уже были и в библиотеках, и в концертных залах, и, можно сказать, знакомились с домашними питомцами. В общем, это действительно очень интересный такой момент, такое окошечко, через которое мы можем заглянуть немножко в жизнь наших конкурсантов за пределами конкурса, за пределами концертной сцены. Ну, а сейчас с минуты на минуту уже начнется прослушивание, жюри идет в зал, публика тоже подтягивается, и интересно, что сегодня среди слушателей довольно много молодых лиц, много студентов консерватории, которые пришли послушать, я помню, когда сама была студенткой консерватории, мы не пропускали конкурс Чайковского, проскальзывали из зала в зал, стараясь объять невозможное, услышать абсолютно все прослушивания, которые проходят в нашем городе. Прекрасно, что остается такая традиция у нынешних поколений, пускай эта традиция будет долгой и счастливой, потому что действительно то, сколько можно опыта, сколько впечатлений, переживаний за дни конкурса здесь себя впитать, это дорогого стоит, даже если вы не выходите на сцену, но в зале можно тоже, наверное, людям эмпатичным подключиться, выступающим и очень многое прочувствовать. In a few minutes, the audition of the first day will continue. In the intermissions, we will try to take the interviews with the jury members. There are a lot of консерваторий students in the hall and they came to support the colleagues. Ну и буквально считанные секунды остаются до начала следующего этапа прослушивания, который завершит первый конкурсный день конкурса Петра Ильича Чайковского по специальности филончель здесь, в Санкт-Петербурге, в Малом зале филармонии, так что все внимание наше устремляется на сцену. Let's see and let's see the last musician part of the first round of the competition of Чайковский in cello специальности. Петра Ильича Чайковского ater с hill с л из Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Послушивание сегодняшнего дня. Задимаем вас завтра на 21 июня в 12.00. Напоминаем, что первыми в зрительный зал покидают члены жюри. Сегодняшние субтитры закончены. Мы надеемся увидеть вас в 21 сентября в 12 часов вечера. Мы напомним вас, что жюри будут первые, чтобы уйти. Субтитры сделал DimaTorzok В конкурсе имени Петра Ильича Чайковского. Эта часть конкурса проходит здесь, в Санкт-Петербурге, в Малом Зале Филармонии. День был длинный, насыщенный многими эмоциями, впечатлениями. И вот он подошел к концу. Мы сегодня услышали выступление восьми виолончелистов. И совсем скоро готовы с вами попрощаться. Но прежде чем мы это сделаем, еще несколько важных замечаний. The first day of cell audition has come to the end. And today we have heard eight cellist performances. And we, Александра Мимрина и Валерия Величко, are ready to say goodbye to you until tomorrow. But before we say it, мы должны напомнить также, что завтра конкурс продолжится. Более того, что не просто продолжится, но и конкурс стартует еще в двух категориях, в двух конкурсных программах. А именно, к состязанию подключатся духовые, деревянные и медные. Конкурс деревянных духовых инструментов будет проходить в концертном зале в Репино, а медных в Государственной академической капелле. Ну и вновь напоминаем, что все трансляции сохраняются в записи. Вы можете в любой момент переслушать или обратиться к тому, что вы не успели послушать, на сайте конкурса и в официальной сети ВКонтакте, на официальной странице конкурса. We remind you that all broadcasts will be available at the competition website in the official group ВКонтакте. И не забывайте, пожалуйста, про канал Чайковский Live. Это вещание его идет круглосуточно. Она рассказывает о сюжетах, которые остаются за кадром большой трансляции. И самое главное, мы напоминаем, что завтра конкурс продолжится. Так что приходите завтра в Малый зал Петербургской филармонии, слушайте выступления второго дня конкурсантов. Или наблюдайте, следите за нами онлайн, пишите свои комментарии, оставляйте свои впечатления. Обратная связь всегда для нас важна и приятна. И увидимся с вами уже завтра в 11.45. Приятного вечера и хороших впечатлений. Спасибо. 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 Спасибо.